Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. На борьбу с непогодой в Самаре выходили 330 единиц техники. Специалисты городской службы благоустройства всю ночь устраняли последствия снегопада. Заглянула в каждый двор. Глава Самары Елена Лапушкина проинспектировала железнодорожный район по просьбе жителей. В Самаре сегодня почтили память тех, кто воевал в Афганистане. 15 февраля 1989 года эту страну покинул последний воин-интернационалист. Работа в усиленном режиме. После очередного снегопада специалисты службы благоустройства продолжили уборку улиц, дорог города, тротуаров, остановок и пешеходных переходов. Минувшей ночью на борьбу с непогодой вышли 330 единиц техники, в том числе самосвалы. Их количество увеличили для транспортировки снега на полигоны. Вместе с коммунальщиками на ночную уборку города отправилась и Ольга Павлова. Включаем номер. Выведем. Включаем зеленый свет. Машина поехала. Сердце полигона, на котором то и дело сноует больше груза, по-настоящему снежно. Задача Татьяны Антиповой – зафиксировать вес каждой машины и внести данные в специальный журнал учета. Полигон на прожекторной – один из девяти существующих в городе, куда привозят собранный на улицах Самары снег. В среднем один КАМАЗ способен вывезти с улицы областного центра от 9 до 12 тонн снега. Этой ночью на расчистку дорог вышли 330 единиц техники, в том числе самосвалы, количество которых после снегопада увеличили до 164 единиц. Особое внимание уделили уборке тротуаров и остановок. Обязательном порядке требования по расчистке пешеходных переходов, которые они должны быть расчистены, чтобы можно было безопасно переходить дороги. Это требование нормативов и надзорных органов. За минувшие сутки в Самаре выпало более пяти миллиметров осадков. Это чуть выше нормы. Ночью на борьбу с последствиями непогоды вышли 89 уборщиков. Они вели расчистку на тротуарах и участках дороги, куда техника добраться не смогла. Убранство пешеходных дорожек сразу же отметили жители города. Активно, чувствую, занимаются этими вопросами. И ночью, и днем чистят, чистят, не переставая. Своевременная уборка городских дорог и улиц, особенно в период снегопада и оттепель, находятся на контроле администрации Самары и главы города Елены Лапушкиной. Сейчас это одно из основных направлений нашей с вами деятельности. Слова в целом все неплохо, совершенно точно не принимается. Напоминаю вам о возможности привлечения техники по договоренности с предприятием и работе в рамках заключенных уже соглашений. Эту тему тоже, пожалуйста, не упускайте. Устраняли последствия снегопада и специальные колонны автопоездов. Их пустили по крупным дорогам города. Помимо этого, в порядок приводили парки, скверы Самары, а также городскую набережную. Всего за минувшие сутки на уборку столицы региона направили 508 единиц техники. Более 370 уборщиков приводили в порядок городские территории. Работа по расчистке улиц от снега ведется ежедневно в круглосуточном режиме, независимо от погодных условий. Ольга Павлова, Константин Головин. События. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как в железнодорожном районе реагируют на жалобы и предложения жителей. В центре внимания внутриквартальные дороги, тротуары, подъезды к медицинским учреждениям. А также дворы, по которым были замечания в прошлом году. Что уже выполнили, а где еще предстоит поработать, расскажет Светлана Кудрявцева. Еще недавно во дворе дома 40А на улице Тухачевского на прилегающей площадке, где автомобилисты оставляют свои машины, была яма. Провал образовался после утечки на бесхозных коммунальных сетях. Теперь о былой проблеме ничего не напоминает. Дефект асфальтового покрытия устранили в кратчайшие сроки, после того, как жители рассказали об инциденте в Твиттере. На жалобы жителей стараемся реагировать, естественно, оперативно. Передаем информацию либо управляющим компаниям, которые обслуживают эти дома, либо, соответственно, тем организациям, за которыми закреплены данные территории. Устранили проблемы и во дворе дома на Гагарина 21. Горожане неоднократно жаловались на состояние внутриквартального проезда. В прошлом году Елена Лапушкина встречалась с жителями этого дома и дала поручение районной администрации провести необходимый ремонт. Сегодня здесь уже новый асфальт. По территории удобно передвигаться и пешеходам. Управляющая компания максимально бережно проводит уборку, чтобы не повредить покрытие специализированной техникой. Дорогу сделали. Очень спасибо огромное. Очень хорошо. Чистим, как можем. Ну, аккуратно отчистим. Возле школы номер 116 на улице Мяги благоустроили территорию. На месте незаконных гаражей проложили тротуары и высадили молодые деревья. У нас липа здесь. Липа? А с этой стороны тоже липа будет? Тоже липа будет. Ну, да, будет. Ну, логично. Ага. А что их разные-то? Ну, как-то... Люди-то оценили, нет? Оценили, оценили. Да, очень нужна была эта дорожка. Особое внимание глава Самары Елена Лапушкина уделила состоянию проездов и тротуаров на пути к медицинским учреждениям. Из-за временного потепления снег начал таять, и на парковках образовалась неприглядная картина. Посмотрела знаковые медицинские учреждения в этом районе. Это кардиологический диспансер, это 13-я поликлиника, это диагностические центры. По 13-й поликлинике по кардиологическому диспансеру серьезных нареканий нет. Подходы, подъезды, тротуары чистые. Парковочные карманы уже техника выехала, сейчас будет чиститься. Елена Лапушкина поручила главе железнодорожного района Вадиму Тюнину организовать работу по уборке парковочных карманов и оказать максимальное содействие медицинским учреждениям. Светлана Кудрявцова, Василий Колдашов, Константин Головин. События. С закрытием границ в прошедшем 2020 году у россиян появилось больше возможностей для внутреннего туризма. Регионы страны разрабатывали программы, чтобы привлекать к себе гостей. Самара оказалась в числе самых активных и доказала, что не зря зовется городом-курортом. Специалисты в области туризма подготовили туры на любой вкус. Активные развлечения и спокойный отдых на пляже, гастрономические путешествия и культурные экскурсии. Оценили такое разнообразие не только гости города, но и экспертное жюри Всероссийской туристической премии «Маршрут года». Конкурс прошел в Саранске. В финале было представлено 202 проекта из 46 регионов страны. Самарские проекты в трех номинациях взяли гран-при. Это лучший маршрут на действующее производство, лучший гастрономический маршрут и лучшая музейная экскурсия. Также самарские туры стали лауреатами и призерами еще в четырех номинациях. Авторов и организаторов победивших проектов сегодня на еженедельном совещании поздравила глава Самары Елена Лапушкина. Среди победителей проект «Жигули в авангарде». Пассажиры фирменного поезда «Самара-Москва» имеют возможность соприкоснуться с историей русского искусства начала 20 века. Этот проект не имеет аналогов в мире. Ни в одном поезде, не только нашей страны, но и в мире, в поездах дальних исследований аналогов нет. Поэтому, если вы еще не путешествовали, я приглашаю всех в фирменный поезд «Жигули», вагон 2-й СВ, или прийти на экскурсию от вагона «Вагерона», где прекрасная Евгения и Анна вам обязательно продемонстрируют эту вагону. Также на еженедельном совещании в городской администрации обсудили подготовку города к Масленице. Главную городскую куклу «Маслену» установят на площади Куйбышева. Горожане смогут полакомиться блинами, выпить горячий чай и приобрести сувениры от мастеров, которые будут создавать свои работы на глазах у отдыхающих. Площадь будет стилизована под образ русской деревни и украшена медиагирляндами, которые до этого сияли на новогодние елки. При этом все санитарные меры безопасности будут соблюдены. Чтобы не создавать очереди, количество торговых точек увеличат. Кроме того, планируется, что проводы зимы пройдут во всех районах города, и тоже с учетом особых рекомендаций Роспотребнадзора и МЧС. За сутки в регионе зарегистрировали 297 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в Самарской области – 44 807 человек. В Самаре продолжают следить за ношением масок в общественном транспорте. Как соблюдался сегодня масочный режим, в автобусах контролировали сотрудники Департамента транспорта совместно с полицией и народной дружиной. Михаил Ермоленко подробнее. Контроль за ношением масок в автобусах для сотрудников Департамента транспорта – ежедневный утренний ритуал. Сегодня их внимание приковано к самым популярным у жителей Самары маршрутам. В утренний час пик 47, 41, 50 забиты под завязку. Сотрудники полиции вежливо просят пассажиров надеть маски. Тем, кто отказывается, следует покинуть салон. Забота о собственном здоровье и соблюдение тех правил, которые установлены в период пандемии, они, безусловно, способствуют тому, что быстрее вся эта ситуация закончится. И мы надеемся, что город заживет обычной жизнью, к которой мы привыкли. Не все безмасочники покорно покидают салон. Сегодня на просьбу выйти из автобуса одна из пассажирок ответила нецензурной бранью. В итоге ей все же пришлось прервать поездку для составления административного протокола. Отвечать придется и кондуктору, которая продала билет человеку без средства защиты. Попросили вежливо пассажира покинуть подвижной состав. Мы зафиксировали в том числе в определенных актах номер подвижного состава, номер машины. С экипажем будет проведена проверка, почему они действовали не по инструкции. Ну и, собственно говоря, будем разбираться. А пассажир покинул подвижной состав для составления протокола полиции. Ежедневные проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте проходят с сентября. За это время сотрудники Самарского Дептранса провели порядка 500 рейдов. Высадили из транспорта более 1600 человек. В отношении 200 из них были составлены протоколы. Сегодня же штрафы были выписаны двум. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Эфир продолжит новости экономики и Светлана Кудрявцева. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ожидается ли укрепление российской валюты в ближайшее время? Напротив, эксперты ожидают в феврале снижения рубля. С чем это связано, расскажу через пару минут. А сейчас поговорим о материнском капитале. Депутаты предлагают расширить список его получателей. Парламентарии внесли в Госдуму законопроект о выплате дополнительного материнского капитала в регионах с низкой рождаемостью. В пояснительной записке написали, что по данным Росстата число детей, родившихся в прошлом году, было минимальным за последние 18 лет. А вот убыль населения, напротив, стала рекордной за 15 лет. Чтобы повысить рождаемость, депутаты предлагают предоставлять маткапитал женщинам, родившим третьего ребенка или последующих детей, после 1 января 2022 года. Также маткапитал предлагают выплачивать мужчинам, которые являются единственными усыновителями третьего ребенка и последующих детей. Это коснется жителей регионов с низкой рождаемостью, перечень которых определит правительство. Биткоин вошел в топ-15 валюты. Криптовалюта разместилась на 14-й позиции между рублем и швейцарским франком. Лидерами рейтинга стали три мировые валюты – китайский юань, американский доллар и евро. Также в топ-5 есть японская иена и британский фунт стерлингов. Официальный курс доллара на 16 февраля – 73 рубля и 31 копейка. Европейская валюта – 88 рублей и 98 копеек. И доллар, и евро потеряли по 63 копейки. Нефть марки «Брент» – 63 доллара и 26 центов. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Из-за беспорядков в Самарской колонии перед судом предстанут 16 заключенных. Следственный комитет закончил расследование уголовного дела. Напомню, беспорядки произошли в колонии номер 5 феврале 2019 года. По версии следствия, вечером осужденные, сломав металлические ограждения, проникли в барак одного из отрядов и напали на других осужденных. А также подожгли имущество исправительного учреждения. Ущерб оценивается в 400 тысяч рублей. Через 30 минут сотрудники исправительной колонии смогли прекратить беспорядки. Своей вины в совершении преступления обвиняемые не признали. Однако она подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, а также уликами. Ракета-носитель «Союз-2.1А» с кораблем «Прогресс МС-16» успешно стартовала с космодрома «Байконур». Стыковка «Прогресса» с модулем «Пирс» российского сегмента МКС запланирована на 17 февраля. Грузовой корабль доставят на станцию топливо, питьевую воду, оборудование и питание для членов экипажей действующей экспедиции. И ремонтно-восстановительный комплекс для герметизации трещины на МКС. Открытие, которое может спасти жизни больным коронавирусом. Инженер-конструктор Наталья Роденко выяснила, что если воздействовать на некоторые лекарства с помощью импульсов магнитного поля, можно увеличить их биологическую активность. Как это поможет тем, кто заболел COVID-19, в нашем сюжете. В разработке научных проектов Наталья Роденко принимала участие со школьных лет. Увлекалась биологией, архитектурой и математикой. По всем направлениям занимала призовые места на всероссийских и областных уровнях. В прошлом году окончила университет по специальности биомедицинская инженерия. А сейчас учится в магистратуре по направлению биологическая химия. И работает в лаборатории Самарского университета. Мне было интересно начинать наш проект с нуля, а именно с идеи. Я помню, как я бегала в аптеку, покупала пенициллин, как начинались первые опыты, как мне, студентке, удалось собрать за одним столом ученых, профессоров и начать идею над нашим проектом. Наталье удалось выяснить, что у некоторых лекарств, если на них воздействует с помощью импульсов магнитного поля, увеличивается биологическая активность. К примеру, у препаратов пентоксифилин, который используется для профилактики тромбообразования, биологическая активность увеличивается в два раза. Причем, если воздействовать на препарат под низким напряжением, эффект длится в течение трех часов. А после высокого напряжения действие сохраняется в течение суток. На сегодняшний день, когда есть заболеваемость COVID-19, наш препарат пентоксифилин, когда мы увеличим его биологическую активность, он тем самым может уменьшать вязкость крови человека. Если мы посмотрим на снимки тех людей, которые заболевают данным заболеванием, то можно увидеть, как тромбоциты склеиваются между собой, то есть могут образоваться тромбы. И данный лекарственный препарат в условиях магнитного поля тем самым может помочь данным пациентам в лечении. Сейчас перед Натальей стоит задача до конца изучить механизм биологической активности препаратов в условиях импульсного магнитного поля. Основная гипотеза на сегодняшний день – это изменение конформации молекулы в условиях импульсного магнитного поля. То, как в пространстве располагаются определенные компоненты молекул, может оказаться важным открытием для фармацевтических производств и в дальнейшем позволить снизить дозы некоторых лекарственных препаратов, прописанных пациентом, и как результат увеличить продолжительность их жизни. Свои открытия Наталья мечтает предоставить международному научному сообществу. Михаил Ермоленко, Виктория Шарая. События. Сегодня в России вспоминают о подвиге советских военнослужащих в Афганистане. 32 года назад последний солдат покинул зону боевых действий в этой стране. Среди воевавших был и кавалер трех орденов Красной Звезды – Александр Серендеев. По его воспоминаниям, военнослужащие Центрального военного округа устроили реконструкцию памятного эпизода одной из битв. В атмосферу погрузился Михаил Ермоленко. На службу в учебное подразделение Туркестанского военного округа Александр Серендеев заступил весной 1986 года. Там готовили разведчиков для выполнения особых заданий на территории Афганистана, где вовсю велись боевые действия. Служил Александр в провинции Кандагар. Вспоминает ситуацию, когда вместе с боевыми товарищами не только сумел вывести мирных жителей из-под обстрела, но и взял в плен несколько боевиков. Конечно, память о боевых товарищах всегда в голове. И даже сны снятся, это не секрет, как говорится. И от этого уже не уйдешь, не забудешь и учебку, и Афганистан, и ранения, и кровь, и потери боевых товарищей. Это все в памяти. 15 февраля в России отмечают день вывода войск из Афганистана. Специально для Александра в этот день служащие Центрального военного округа провели парад, где устроили реконструкцию самого памятного боевого эпизода ветерана-интернационалиста. Был продемонстрирован один из эпизодов, один даже из элементов боевых действий, где участвовал наш ветеран Афганской войны, попытались воссоздать. И по его оценкам, все было на уровне, все сделали правильно. Для имитации боя на плац вывели два бронетранспортера БТР-80, задействуя все его орудия. Стреляли, конечно же, холостыми патронами. В завершении реконструкции ветераны проводили торжественным маршем под военную музыку. Для этого в бригаду был специально прикомандирован военный оркестр Самарского гарнизона. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов, События. Отдохнуть в сказочной компании теперь можно в парке Гагарина. На одной из скамейков установили скульптуру Бабы Яги. Расположилась одна из главных сказочных злодеек неподалеку от острова с пушками. Самарцы оценили новый арт-объект и уже загадали первое желание. Шикарно, особенно нос. Он будет скоро блестящий, народ будет тереть, будет сбываться желание. Всем будет хорошо. Оригинально очень. Я в шоке. Мне так понравилось. Мне такая современная Баба Яга. Прямо отпад. Я люблю что-то сказочное. Летом ездил на Кудыкину гору. Горыныча посмотреть. Ну вот, теперь Бабу Ягу. Влюбленные в это воскресенье отметили праздник День Святого Валентина. Встретить близкого по духу человека мечтает каждый. Но не всем удается пронести свое чувство через всю жизнь. Психологи уверены, что любовь это своего рода невроз. А ученые считают это чувство результатом химических процессов организма. В тонкостях любви разбиралась Гульфия Сафина. В театре опера балета репетируют самую романтичную постановку по пьесе Шекспира. Он Ромео, она Джульетта. На самарской сцене этот балет идет уже почти 10 лет. Но впервые роли влюбленных исполняет пермяк Сергей Гагин и токейка Марина Накадзима. История беззаветной любви признаются артисты, это и о них. Ведь именно влюбленность в партнера заставила Марину отказаться от возвращения в Токио и остаться в Самаре. Мы часто сидели по углам в золах. Особо не работали так. Малая работа была, только приехали. И Валентина Клайна под Марингстан. Она нас как-то в одну партию, в другую ввела. А потом у нас как-то закрутилось и вот женились. Я раньше хотела в Японии работать, но как-то менялось мнение. И сюда приехала. Театр прекрасный. И тут появляется мужчина. И как-то раз – все. Любовь. Этому чувству посвящено большинство произведений мировой классики. Материнское или супружеское. Страстное или взвешенное. Древние греки выделяли четыре базовых и три дополнительных вида любви. Но несмотря на разные формы, у всех этих чувств, уверенные психологи, в основе лежит единая платформа. Мы любим только тех и постольку, поскольку мы можем удовлетворить какие-то свои интересы. Человек любит свою машину до тех пор, пока она удовлетворяет его запросы. Любит свой телефон. Некоторые так и говорят. Я люблю свой телефон. Он такой прекрасный. Но проходит время, когда появляются другие телефоны. С людьми примерно такая же история. Любовь живет три года. Это закон природы. К такому решению пришел французский писатель Фредерик Бекбедер. Теория не лишена смысла, подтверждают ученые. Но тут скорее о гормональных химических реакциях, на которых основана влюбленность. Влечет физически эта работа тестостерона и эстрогена. Чувствуете привязанность? Все вопросы к вазопресину и окситоцину. Между вами почти духовное родство? Значит, объект воздыхания стал причиной выработки дофамина, норадреналина и серотонина. Это гормон счастья. Этот гормон выделяется, и он тоже способствует формированию таких вот пар, причем таких долгосрочных, в плане долгосрочных отношений. Это не любовь, это просто химия. И главная цель всех этих химических реакций заключается в том, чтобы сохранить и продолжить человеческий род. А вот если чувства и отношения не были подкреплены уважением, чаще всего после ослабывания химических процессов наступает ощущение разочарования. В России распадается порядка 65 заключенных браков. Расхожие не сошлись характерами ни что иное, как неумение любить бескорыстно, объясняют знатоки восточной культуры. Безусловно, любовь, влюбиться бытием, наполняться этим, реализовывать себя, что-то делать полезное людям. И вот это состояние через существо, а вот и с него, когда мы нет к нему независимым, мы выбираем все как-то город. Мы к партнеру проявляем любовь не такую, что да я тебя подрихтую напильником счастья, мне будет так удобно тебя любить после этого, когда ты будешь подрихтован, когда ты будешь подрихтован, вот мои невротические ожидания из каких-то сериалов никому не уйдут. А когда мы любим построить сердце в любой идеале, вот это ближе к настоящему любви. Человек многогранен, уверены ученые, поэтому ему подвластны самые разные проявления чувства любви. Все зависит от личного опыта, мировоззрения и характера. Чтобы постичь все краски этого состояния, прежде всего, нужно самому ему открыться. Кульфия Сафина, Максим Гусев, Григорий Плешаков. События. Праздник первой встречи зимы с весной. Православные христиане по всему миру отмечают Сретение Господне. В Самаре центральным местом торжеств стал Сретенский храм в микрорайоне Крутые Ключи, в котором литургию совершил митрополит самарский и новокуйбышевский Сергий. Подробнее расскажет мэрия Елчан. Сретение Господне входит в список 12 самых значимых праздников в году. В этот день вспоминают встречу старца Симеона и младенца Иисуса, произошедшую в Иерусалимском храме на 40-й день после Рождества. По традиции, во всех православных церквях мира сегодня проводятся праздничные службы. Приходим сюда, чтобы принять участие Божественной литургии, чтобы прочиститься святых тел и крови Христовой, чтобы обрести благодать Божию. Здесь совершаются особые церковные службы, здесь возносится соборная молитва, именно здесь, в храме, мы себя осознаем единым телом Христовым. Именно в храме мы понимаем, что мы братья и сестры во Христе. И мы должны любить храм и как можно чаще бывать в нем. Верующие в этот день празднуют встречу с Богом. Личное сретение, по мнению богословов, случается и в жизни каждого уверовавшего человека, когда он приходит впервые в храм. В церквях освещают свечи, которые верующие затем забирают домой и зажигают во время чтения молитв. Эту традицию православные переняли от католиков еще в 1646 году. Для нас Бог – это как-то все, он у нас в душе, нам с ним живется спокойнее, легче. И поэтому очередная встреча с Богом дает какое-то умиротворение, успокоение. Поэтому мы приходим и радуемся этому. В народе сретение связывали со встречей зимы и весны. Последние морозы принято называть сретенскими. В былые времена верили, какая погода на Сретене, такой и будет весна. Мэрил Чан, Григорий Плешаков, События. На этом наш выпуск завершен. Заходите на сайт Самара ГИС, подписывайтесь на наш телеграм-канал и на официальные страницы в социальных сетях. Будьте здоровы! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!